Красавчик! Сузуки ДФ-140А в белом исполнении. У нас очередная установка мотора на Феникс. Беленький мотор ДФ-140А, Феникс 600HT. Да, действительно, белые моторы Сузуки набирают популярность и в этом сезоне продаются ничуть не хуже классических черных. Процесс установки, конечно же, ничем не отличается. Все идет по налаженной схеме. Примеряется мотор на транец, через плиту кондуктор сверлятся отверстия под болты. Снимается транцевая накладка и ее края промазываются герметиком, чтобы вода не попадала в крепежные отверстия. Транец большинства лодок сделан из фанеры и вода там совершенно ни к чему. Также обрабатываются герметиком болты. При установке мотора болт ставится изнутри, а гайка снаружи транцев. Крайне редко кто-то покупает у нас лодку без мотора. Процесс работы с клиентом примерно следующий. Когда человек определился с катером, который его устроит, мы предлагаем на выбор несколько моделей моторов. Линейка Сузуки очень богатая, и моторы могут отличаться не только мощностью и цветом, но и комплектацией. Например, можно поставить электронные приборы, либо аналоговые, в резную машинку управления, либо накладную. А может вообще будет электронная бесстросовая система управления. Например, любой катер Феникс штатно имеет механическую рулевку. Мы можем поставить современную гидравлику. Это удобней, надежней и безопасней. Обычно сразу приобретается картплотер. Без навигации эхолота уже редко кого встретишь на воде. Устанавливаем, подключаем, настраиваем, при желании загружаем карты. Если нужна музыка, подбирается акустическая система, конечно же, с защитой от воды. Если клиент хочет поставить что-то свое, тоже проблем особых нет. На хард-топ из дополнительного оборудования часто устанавливаем прожектор. Вещь полезная, особенно на реке. Управляется дистанционно, крутится на 360 градусов. При монтаже делаем так, чтобы проводку не было видно совсем. Практически всем ставим дополнительные порты зарядки гаджетов. Без них сейчас никуда, а одной розетки обычно мало. Мало кто хочет работать с якорем руками. Да и правильно, для этого есть современные лебедки. На этот феникс мы поставили лебедку барабанного типа. Форпик у 600-го неглубокий и классический палубный автомат здесь работать не будет именно из-за недостатка глубины под укладку фала. Крепление усилили металлической закладной, спрятали плиту под палубное покрытие. Получилось небольшое возвышение, но с виду практически незаметное. Надежность все-таки важнее. Ну и современное покрытие, так называемый искусственный тип. Ставим практически на каждый второй проданный феникс. Лодка сразу выглядит богаче, да и ходить по нему приятнее. Стоит это вполне разумных денег, можно выбрать различные цвета и оттенки. Чтобы не царапать гель-коут, мы решили установить защиту теля Killschlut американского производства. После завершения работ катер отправляется на мойку и затем на выдачу заказчику. Прицеп тоже не проблема. Подберем, согласуем, оформим документы.